здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я хочу вам показать мастер-класс по изготовлению еще одного бантика из принцесской вот такая у нас красавица бель такой пушистой юбочкой она у меня на резиночке такая вот изнанка по размеру около десяти с половиной сантиметров и 10 10 на 10 можно вот такая красивая композиция и сейчас я покажу как ее изготовить и так что нам для этого понадобится для изготовления нашей принцессы для нашего классического вот такого бантика нам понадобится отрезать к 2 лента 5 сантиметров я уже вот стояла вместе с нашим кружевом и 22 вот один на спальне 2 мы с вами вот сейчас делаем кружева у меня идет четыре с половиной сантиметра в ширину и в длину 22 также для нашей юбочки нам понадобится точно также отрезочек атласной ленты 5 сантиметров ширину и кружева а в длину 23 вот 23 это для юбочки для юбочки также я использую органзу 4 сантиметра шириной у меня вот такая с атласным краем можно использовать и обычную и по длине 30 сантиметров для нашей крепления я буду использовать атласную ленточку 2 и 5 где-то на 9 9 с половиной сантиметра это для крепления нашего нашей резиночки к бантику сама резиночка непосредственно для верхней юбочки из органзы я использую отрезочки органзы два сантиметра в ширину и в длину 8 таких отрезочков у нас будет восемь штучек мы будем делать вот такие красивые лепесточки для нашей юбочки ну и также непосредственно самый главный кабошончик принцесса вот такой бантик и для украшения я еще использую вот такой у меня патчик есть корона он идет на тканевой основе такие патчи у меня есть в продаже в магазине ссылочка на магазин у меня в описании видео такие же к этой принцессы тоже есть там всякие разные так что заходите девочки смотрите и теперь мы приступаем к изготовлению нашего бантика для начала изготовим классический наш бантик органзы не органзы кружева с лентой я соединяю вот так аккуратненько испаиваю огнем с одной стороны теперь с другой подровняла и спаяла и делаем обычный классический бантик определяем серединку нам понадобится булавочки чтобы все было ровно и точно так же я делаю с другой стороны а теперь я четко вижу линию серединке складывая с небольшим зазором наши края ленты поправила и еще раз зажала булавочками и вот так же я делаю вторую ленточку и прошиваю вот готов наш бантик откладываем стороночку теперь мы берем тоже ленту с кружевом точно так же мы ее спаяем краешки только теперь я непосредственно кружева выше края вот она у нас чуть чуть меньше чуть чуть выше чтобы можно было его прошивать и с другой стороны точно так же это можно пока его не прошить потому что вдруг будет смещение и теперь начинаем прошивать юбочку первые складочку я всегда делаю внутрь вот таким образом и теперь формируем встречную складочку прошиваю теперь встречная складочка впереди среднем у меня складочка идет до сантиметра до не больше тогда сама юбочка получится более так ну баланчики будет видно когда больше делаете складочку тогда она не такая волнистая получается и вот таким образом мы прошиваем нашу юбочку из ленты и кружева и точно так же я сейчас прошью из органзы и вот когда мы прошили наши юбочки теперь мы их затягиваем затягиваем всегда последний точно так же как и первый идет заворот девочки следите чтобы это было если вдруг у вас не получается то есть по размерчиком заворот тогда можно даже чуть-чуть укоротить чтобы именно заворот был обязательно и вот так мы сейчас фиксируем наши юбочки такие они пышненькие получаются теперь теперь смотрите вот эти края которые мы первые загибали я их оплавляю и сразу вот так загибаю чтобы сразу юбочка и шла внутрь точно так же вот мы чтобы край не выглядывал мы их вот так оплавим и прижмем все теперь сделаем нашу верхнюю юбочку для этого берем нашу отрезать карганзы и один краешек накладываем так один на день заворачиваем таким образом оплавляем и точно так же делаем с другого края теперь эти два края мы соединяем подровняли и оплавляем и вот такой у нас получился как лепесточек воланчик и нам их понадобится 5 штук теперь мы их тоже нанизаем прошивая вот так на два раза 12 и вот так нанизываем наши 5 лепестков поправляем их и точно так же затягиваем в юбочку чтобы ниточка легла ровно затянули видите вот такая получается ёпочка теперь мы ее зафиксируем и начинаем сборку нашего цвета ли нашего баня для начала мы приклеим нашу резиночку теперь сделаем воздушную трубочку маленькую капельку клея можно даже чуть не маленькую проклеила так проклеила хорошенечко бантики смотрите я сделал расстояние около полтора сантиметра это нам необходимо для того чтобы ну как можно больше сделать основание чтобы крепить все наши ёпочки кабошончик вот чуть-чуть большеватая мне трубочка по размеру сразу подровняли подровняли теперь вторую часть тоже она у меня немножко большего то сейчас мы подрежем таким образом мы сформировали наш классический бантик готова теперь начинаем подклеивать юбочки наносим клей наносим клей чуть-чуть ее а вот так сжимаем и подклеиваем вниз к нашему бантику она сильно не раскрывалась а вот таким образом ее схватиться проверяем чтобы снизу клей не выглядывал теперь наша юбочка из органзы наклеиваем сверху на нашу атласную расправляем если необходимо валанчики пока не застыла готово а теперь я приклею наш кабошончик вот у меня наполовину необходимо и теперь непосредственно наша сейчас я наклеил клей нанесу и вот таким образом верхнюю пачку под клеем тоже распрямляем валанчики чтобы один а был за вторым ровненько и красиво ложились так остался наш бантик хорошенечко теперь придавливаем чтобы он застыл и теперь последний штрих наша корона аккуратненько аккуратненько и вот такая красота у нас готова смотрите какая прелесть для наших девчонок для наших принцесс сама красота спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал и до новых встреч до свидания спасибо llä temos